24,5 тысячи анапских школьников скоро получат 10 дней свободы от занятий. Осенние каникулы начнутся 29 октября. Отдых нашего подрастающего поколения в первую очередь должен быть безопасным. Чтобы достичь этой цели, усилия объединяют все службы системы профилактики. На особом контроле занятость 150 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учете, а также детей социальной категории. В период каникул продолжат работу рейды с участием родителей и педагогов за осуществлением контроля занятости подростков, состоящих на профилактическом учете. На особом контроле семьи, находящиеся в социально опасном положении. Это 51 семья. Председатель межведомственной комиссии, заместитель главы Анапы Людмила Марашова предлагает в дни осенних каникул провести профилактическую акцию ГИБДД, а также сделать акцент на детях из группы риска. Я предлагаю усилить индивидуальную работу с детьми, стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних абсолютно всех, все службы. Сколько у нас у детей стоит? 51 ребенок. Значит, по 51 ребенку не нужен индивидуальный план, расписанный на каждый день с работы с ребенком. Вот я думаю, что это будет показатель того, что работа идет неформально, а фактически по ребенку. До 21 часа ежедневно во время каникул будут работать спортивные залы и открытые площадки, кружки и библиотеки. Управление по делам молодежи традиционно порадует интересными идеями и событиями. Тут и клубный бум, и викторины, познавательные экскурсии, турниры. Всего 154 разноплановых мероприятия. Центр занятости населения подготовил вакансии для несовершеннолетних. В совместно с управлением образования мы привели школы, в которых будут дети работать, 30 человек будут работать, 4, 5, 25, 30 школа. Естественно, в первую очередь это будут подростки, состоящие на всех видах учета, в том числе и КДН, и внутришкольный, и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Поручение Людмилы Марашовой увеличить охват подростков, которые могут быть трудоустроены. Своя специфика у полиции. Их задача – не допустить правонарушений в среде несовершеннолетних. И здесь идет работа на предупреждение. В период с 15 по 25 октября сила миличного состава ОППДН отдела МВД России по городу Анапа обследует размещенные на обслуживаемых территориях неоконченные строительством многодержные объекты на предмет наличия ограждения физической охраны в целях недопущения свободного проникновения несовершеннолетних и возможного автоматизма. Не стоит забывать об ответственности за жизнь и здоровье детей родителям, самим соблюдать правила личной безопасности и учить этому подрастающие поколения.